приветствую всех с вами сенсей давайте сегодня поговорим о новой линейке я решил сравнить 7 700 5 700 и 3 700 5 700 3 700 я уже сравнил у меня есть на канале ничего не пропускайте смотрите значит 55 плейлистов у меня избранные игры это все новинки все известные игры софты железо это по железкам все разгон процессора матери пиусы и так далее улучшение картинки решейдеры настройка низкий fps все здесь новые технологии людей которые имеют самокритику и не являются фанатами amd и nvidia потому что рубрика называется лоха конвейер титанов все проходите мимо мерзость не пишите буду удалять или блокировать никто вас не увидит и не услышит в нормальной форме объясните как вы хотите это видите или рассказать космос здесь вот я перевел вот эти ролики переведены мною потому что ролик был без перевода это наса глазами хаббла и полезно и справедливо все перемешку сейчас мы будем рассматривать новые технологии ролики которые здесь у меня есть я сейчас буду сравнивать 7 700 с 3 700 мы под любым роликом есть мое железо вкладка еще вы можете посмотреть любую игру открыть или оптимизацию игр софты железо и там все посмотреть я хочу всех предупредить это мое личное мнение проведя расследование в интернете я беру обычно несколько роликов для сравнения и рассказываю об этом людям мне плевать взяли вы там или возьмете я рассказывать людей которые хотят все взвесить и взять то что вы взяли мне похуй вот только так могу сказать потому что всех больше блокировок это именно связано с амд с видеокартами в первую очередь и с процессорами все остальное вроде более менее ровно здесь вы можете найти значит вот сравнению процессоров по-моему я сразу 3 700 и 5 700 все здесь найдете и генерации кадры кадров все здесь есть давайте начнем значит сравним мы с вами 3 700 который у меня я им владею говном старым хуетой как мне пишут извините других слов я не могу подобрать против 7 700 если прогресс 5 700 там сравнение есть 5 700 но мы здесь тоже 5 700 затронем характеристики давайте значит кто сколько баллов тут место в рейтинге 425 180 смотрите какое хорошее место да обе не топ соотношение цены и качества тоже почти равны а мы сейчас увидим насколько они равны я этим сайтом пользуюсь по одной простой причине мне легко сравнивать характеристики больше я этому сайту ни в чем не доверяю поэтому делать выводу вам самим значит 329 значит здесь на 70 баксов до 7 на 70 до 7 тысяч рублей разница должна быть здесь 3 600 3 500 4 400 5 4 и 4 вы сами знаете наверно все прекрасно знаете чем больше частота да тем больше будет фпс но нужен ли он нам сейчас нужно ли переходить на платформу 5 на пятую платформу или нет дтр-5 65 ватт значит он меньше греется и меньше жрет 105 ватт больше греется и больше жрет значит охлаждение к нему более серьезный нужно чем к этому я думаю что охлаждение одинаково будет на обоих потому что даже и 65 процессор более-менее мощный ему охлаждение нужно более-менее хорошее хочу сразу забежать вперед и показать вам ролик не здесь как раз на стоит ли переходить чтобы вы могли сейчас сравнить и цены и все стоит ли переходить сейчас самое главное мы рассматриваем только-только игровые игровые процессор то есть процессор для игр не для работы и так далее то возможно там большое продвижение быстрее они там владеют ситуации быстрее работа так далее только для игр для геймеров мой канал для геймеров я не рассматриваю вообще ничего другой только для геймеров для геймеров простых босиков как я понимаете который звезд с неба не хватает не для пиздодельных день геймеров которые мама папа купила или он там ворочит деньгами а для босиков для низкой с низкой зарплатой чтобы в минимум ложится но играть комфортно вот я для кого это делаю если вы мне будете всякую мерзость писать там ли возьми вот такой вон там 7 900 и на всю жизнь и нам это не надо у меня публика такая мы последние деньги экономим босики и на этом закончим значит вот так сравнение я хотел вам показать сравнить ddr4 и ddr5 здесь у меня есть ролик и по-моему я уже его промотал вы здесь можете посмотрите по названию найти там название прям ddr по-моему начинается стоит ли на ddr5 вообще переходить найдете здесь я не буду сейчас ковыряться он точно есть в новых технологиях идем по ценам сначала нас интересует цена 22 тысячи рублей я хочу сразу всех предупредить вы выбирать где угодно можете почему я беру озон не потому что его прокачиваю я вообще мало что здесь покупаю я на яндекс маркете покупаю я просрочку там берут дорогие вещи на 6 месяцев без процентов поэтому я показываю вот есть человек захотел приобрести вот он зашел на зон а вид и такие же цены даже круче чем на зоне это единственная деталь в компьютере который можно взять но может сказать не глядя то есть нужно посмотреть все ли цель целы ноги и не вскрывался ли он и кастрирую как-то там вскрывали это все будет сразу видно думаю что сразу будет видно вся кастрация и так далее и пайка ног все вот что самое главное нужно смотреть процессы и смотреть надо гарантии если есть вообще какая-то гарантия если что-то про гарантию написано три года вот гарантии видите 22000 рублей то есть его можно взять я думаю за 20000 рублей вот этот процесс не забывать что им им 5 плата к ней дороже 5000 плюс это точно то есть процессора вам будет 25 пусть будет 1000 рублей по памяти там они они на одинаково стоит память по моему нихрена то дороже вот мать по моему дороже память нет мы будем рассматривать процессов для 2k потому что нет пока на 4k я никогда в жизни не перейду и не собираюсь на него переходить это слишком затратно во всем это просто выбросить деньги на помойку из-за чуть резкой картинки шейдерами можно все прикрутить и через 10 минут вы не различите но до 4k это божественное разрешение которое лучшее разрешение которое есть вообще 8к это вообще не дотянуться и с ним работать даже невозможно с 4k невозможно работать потому что ролик вы будете полдня ждать что когда он сделается этот ролик если заливать 4k ну 20 тысяч рублей вот вам обойдется этот процессор потом дальше идем 5 700 и обойдется вам 15 тысяч рублей самой низкой цена до 15 тысяч рублей можно взять за 15 тысяч рублей и я больше чем уверен если бы я захотел его взять я бы взял за 15 тысяч рублей если даже не дешевле я бы не стал смотреть из китай подержанную или еще какой-то процессор это такая технология который сломаться может и работать или не работать я не знаю что нужно сделать то раньше процессоры были более капризные сейчас делают просто но или работал не работал самый в защиту идет так далее вы сразу это поймете блять можно сказать в этот же день в эту же секунду я думаю что так это мое личное мнение 3 700 и можно взять за ты 10 тысяч рублей 10 тысяч рублей можно взять еще 10 тысяч значит 20 10 15 и 25 тысяч рублей разница то есть чтобы взять 7 700 вам нужно к процессору к моему процессу добавить 10 тысяч рублей то есть добавить еще такой же процессор 2 процессор 2 процессор за один а стоит ли этого давайте посмотрим значит киперпанк смотрим мы смотрим разрешение 2к 2к вот велич один лол я вообще на это не смотрю почему потому что когда тесты щеки тестят они там тестят чёрт знает на чем я вот смотрю вот на средней но вы можете смотреть как вам угодно вот на средней я не вижу разницы вообще в гиперпанке это две семьсотой две семьсотой извините меня еще 100 кадров выдают 100 кадров вы сможете гиперпанк раскачать на ультра блять 100 кадров 2к на 3080 я не смогу раскачать нет наверное этого не получится только до потому что я в такой картинки в ковне играть не буду давайте посмотрим дальше но это у нас последний ролик штук ну где то вроде я не там поставил мы берем тяжелые игры тяжелые меня очень интересует конечно очень интересует меняю где у него игры то вот сто кадров вот 78 кадров да вот для 2к 78 хотелось бы 2 700 и здесь не тянет я считаю что ну не очень это пойдет да падение хоть и есть падение там 50 кадров но один лол это вообще ничего было и тем более если вы поставите от тена этот какую винду я думаю что у вас и этого падения не будет то что все вырезано она супер быстро все эти падения мне кажется связаны с криворукостью и разрабов или криворукостью хозяина симулятор какой-то вот вообще не знаю что такое судя по вот пожалуйста вот вам это вот стратежка да вот стратегии смотрите вот вот на нагрузили конкретно вот чё что что не так блять вот вам полная нагрузка стратегии они жрут как лошади как раз все идет на многопоток вот вам пожалуйста много поток вот почти они тут сравнялись здесь вот разбег мама не горюй но эта игра во первых приставочная и графика там не очень в это хала я видел ее прекрасно бля cool duty warzone вон и новая игрушка на пожалуйста ну чё не так то блять я здесь пока не вижу смысл переплачивать у меня есть ролик ддр 4 против ддр 5 поверьте мне если у вас вы не серверный игрок то есть у вас сервер как сервер вы используете его и и к вам присоединяются да и на нее переходить бессмысленно по крайней мере сейчас но это для игры если вы для работы или еще что-то то прогресс конечно есть на лицо я здесь вот прогресса никакого не вижу но извините меня ребята в десять тысяч разница в десять тысяч я вообще 2 700 и вот 2 еще себя держит но в записи он не очень для 2к в записи вот я сейчас пишу в сервере я его поменял не тянет сильного просаживается фризит здорово но если вы не пишите даже 2 700 для 2к пойдет даже 2 700 но я бы разница там небольшая потому что там 7 а этот 10 но лучше взять 3 700 поэтому рекомендую самое дно это 3 700 брать для 2к для full hd все что угодно вы можете взять все что угодно там все попрет там 2 600 попрет там все попрет все потому что как я всегда говорю процессоры на голову выше то есть на пять лет вперед обходят игры а видеокарты на 5 лет отстают чтобы поднять вот такой fps карт в мире нету нету в карт в мире в хорошей картинке 4090 не вытянет я вам говорю в этих играх в киперпанке по моему со всеми наворотами вытягивает 50 кадров 4090 то есть без дресни длсс а вот вот это отличная вещь посмотрите на фортнайт да здесь не все включено по максимуму потому что здесь по максимуму медиуму даже настройки видите на она живет конечно не слабо но это движок анрил 5 извините меня это обалденная вещь вот девятая дирекция вообще вот такие тесты делают вот мы дошли до чего и ожидали анрил 5 конечно движок лучше работает чем их движок и они переходят на анрил 5 эти разработчики вроде ведьмака не хотят глупить 4 на анриле 5 но что там такая возня с этим ведьмаком то что вообще все поменяли счет я не знаю там не ведьмака говняк какой-то выйдет давайте дальше посмотрим другие тесты я всегда предоставляю несколько тестов давайте поглядим здесь чтобы добиться для 2к вот я считаю что 3 700 и 5 700 это равные процессор равны 5000 рублей я бы никогда не стал переплачивать но спорный вопрос 7 700 этот процессор я думаю больше для 4к я так думаю больше 4к а вот раскроет ли он 4к надо еще об этом поговорить может быть следующий раз я думаю что не раскрою если он в 4к 40 90 не раскроет он нахрен никому не уперся и здесь он не нужен для 2к и для 4к он не нужен потому что он не раскрывает самую мощную карту поэтому это бессмысленность какая то происходит здесь вот вообще в видео все выровнялось вот вам от sony игры 30 но это может нет нет я думаю что вряд ли уперлась возможно уперлась в карту потому что карта как у меня у меня просто стихи головы я не стал восемь тысяч рублей за два гига доплачивать я не стал нет меня и так все устраивает все тесты оптимизации игр у меня все есть софты железа ну посмотрите вот я не вижу смысла брать например для моей карты 7 700 я его не здесь не возможно возможно для сорок дев 80 до возможно у меня мой не раскроет 48 то по моему я смотрел он раскрывает 3 700 ну это не трудно будет если 10 они стоят за 8 я поставлю я думаю он уйдет у меня за 8 возьму за 15 значит 5 800 вот и все ну скорее всего я возьму за 12 может быть 3 800 вот и все зачем мне 5 800 переплачивать когда я 3 я думаю что проблем с процессорами нет я думаю что 7 700 это мощный хороший процесс на платформе амд 5 очень отличный но если он не раскрывает самый тяжелый карту 4090 а я думаю что для 4к только ее можно взять ну 79 2 0 x tx я бы еще подумал почему потому что не все она так хорошо делает 40 90 это не выводит 4к это не выводит 4к ну давайте сделаем вердикт я вам закину последний тест вот этот чтобы вы могли посмотреть сравнить здесь уже нагрузки будут побольше не на соплях каких-то сделанных я считаю что вывод 17 700 отличный мощный процессор мне он без надобности мне без надобности даже 5 700 без надобности я уже об этом много раз говорю мне хватает и этого процессора не далеко впереди поэтому 3 700 а если что-то менее будет доставать я все равно больше 50 тысяч за процессор от не заплачу потому что мне нужна дорогая карта и железо надо полностью ужать чтобы взять дорогую карту начинать сборки нужно с нее у меня есть сборки full hd 2к и 4к как подобрать железо и какое есть в новых технологиях в этом же плейлисте давайте начнем я думаю что только рассматриваю я именно игры но процессор он крут выглядит круто но стоит ли 10000 переплачивать для 2к это вопрос для 4к нужно смотреть возможно ролика я такой тоже залью вот вам разница вот вам разбег в таком фпс и вы играть никогда не сможете никогда не на одной карте если только вы не кипер спортсмен которую графика не интересует и вы все отключите я люблю картин если я плачу деньги за за железки были такие деньги как 50 60 тысяч за видеокарту я хочу полно комфорте играть наслаждаться полной картинкой они куском говна всего доброго берегите себя до новых встреч с вами был сенсей жду вас на канале